Всем привет! Это Универ Ньюз и с вами Айдар Усманов. Сегодня в выпуске! Вторая половина июня. Без преувеличения горячая пора для абитуриентов. И наверняка многим из них будет интересно обновленный рейтинг университетов QS. Здесь действительно есть пища для размышлений. Смотрим! Рейтинг университетов QS развивающихся стран Европы и Центральной Азии традиционно публикуется в конце года. Поэтому презентация лучших вузов Евразии 2016 года вносит 13 на 14 июня для всех стало большим сюрпризом. Как, впрочем, и сам рейтинг. Ведь впервые в истории три первых позиции в нем уверенно занимают российские вузы. А в топ-100 и вовсе вошло 22 представителя России. В их числе и Казанский федеральный, которому, несмотря на колоссальное давление со стороны оппонентов, удалось сохранить 52-ю позицию. Сохранение позиции, я считаю, что это очень хороший для нас результат. Понятно, было бы лучше, если бы мы продвигались вперед. Но это говорит о том, что мы идем в правильном направлении. И Казанский университет выбрал правильные ориентиры последние 4-5 лет. Хотя весь процесс участия и в проекте 5-100, и в глобальных рейтингах, и модернизации самого университета проходит одновременно. Что, конечно, достаточно большую нагрузку дает всем нашим сотрудникам. Пример КФУ и многих других российских университетов, улучшивших свои позиции в рейтинге, свидетельствует о том, что российская система высшего образования постепенно возвращает былые позиции. Но надеяться, что набранных оборотов хватит, чтобы добраться до вершин мировых рейтингов, не приходится. Для этого еще работать и работать. Для многих российских университетов две точки роста, наиболее, скажем так, реализуемые, наиболее легко реализуемые в краткосрочной перспективе – это именно работа с экспертным сообществом. Поэтому, пожалуйста, выстраивайте правильные ассоциации выпускников, выстраивайте правильную работу с компаниями, которые работают, сотрудничают с университетом тем или иным образом. Это будет являться залогом успеха. Разумеется, не исключая работы и по наукометрическим показателям, но это более долгосрочные проекты. Участники пресс-конференции, посвященной обновленному рейтингу, отметили и то, что стало меняться отношение к российским ВУЗам. Если раньше мир смотрел на нас больше с опаской, то сейчас в университетах России все чаще и чаще видят надежных партнеров. Александр Александров, Универньюз. А теперь самые последние новости всемирной паутины в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». Казанский университет открывает приемную кампанию «2016». Прием документов от абитурентов в КФУ традиционно начнется 20 июня. На новый учебный год в КФУ предусмотрено увеличение бюджетного набора. В набережные Челны привезут танк Т-34 из-под Санкт-Петербурга. Военную технику установят в Парке Победы. Летом ожидаются несколько редких астрономических явлений. В конце месяца полнолуние совпадет с июньским солнцестоянием. В июле на небе можно будет увидеть метеорные потоки Дельты-Аквариды. А в августе пройдет самый мощный метеорный поток. В школах и детсадах Казани введут меню «Халяль». Оно появится в столовых с нового учебного года. Хоккейный клуб «Акбарс» представил болельщикам своего нового москота персонажа-талисмана команды. Это по-прежнему белый барс, но теперь обновленный, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Акбарс». На фестивале Скорлупина-2016, который состоится 25 июня в селе Пестрицы, приготовят самую большую яичницу в Татарстане, а также состоится чемпионат по метанию яиц, яичный боулинг и многое другое. В этнографическом музее КФУ начала работу выставка об истории традиционной обуви у разных народов мира «Два сапога пара». В экспозиции самые яркие представители обувной традиции разных народов – и русские лапти, и африканские сандалии, и литовские деревянные туфли. 14 июня свой профессиональный праздник отмечают те, кто не боятся говорить о своих чувствах и мыслях в сети. Речь идет о блогерах, и если раньше в России эта субкультура обитала исключительно на просторах живого журнала, то сейчас они покоряют все новые и новые социальные сети. Блоги дают свободу каждому выражать свои чувства и делиться мыслями с другими. Первоначально блогом называли личные дневники, которые люди заводили в интернете для друзей. Но сейчас понятие блога значительно расширилось. Быть блогером – это и профессия, и стиль жизни, и весьма выгодное дело, если вам посчастливилось стать популярным. И стать им может каждый, у кого есть желание. Самое главное – креативный подход и удобный гаджет в арсенале. Студент первого курса КФУ Тимур Камалеев с 13 лет смотрел видео популярных зарубежных блогеров и загорелся идеей начать снимать свои ролики. И вот относительно недавно он запустил свой канал на Ютьюбе. Пока прям таких явных фишек нету, и какие они будут в будущем, я пока даже не знаю. То есть я могу вот сейчас поехать домой и по дороге, бац, придумать какую-нибудь фишку, и думаю, вот это будет фишка моего канала. Сейчас на канале Тимура можно найти юмористические скетчи и влоги. Как признался молодой блогер, он еще в поиске своей индивидуальности. Ну, мне нравится снимать, сама по себе съемка мне нравится, плюс у меня есть написанные сценарии, то есть я сам пишу их, и нужно же как-то воплощать в жизнь, чтобы люди это видели. Прямо все видео, то есть от съемки до конца монтажа, оно может занимать от часов, самое быстрое видео сделать за 5 часов где-то, и до нескольких дней даже. Ну, в зависимости от того, как быстро ты делаешь и есть ли настроение вообще на это. Мы желаем Тимуру много просмотров и подписчиков, и поздравляем всех, кто может гордо называть себя блогерами с их днем. Диана Авакян, Ленардо Вритьяров, Универ Ньюс. Если бы в наше время сокровища прятали в землю, то их бы нашли за считанные секунды. И, конечно, для этого лопатой никто бы не махал. Достаточно несколько раз кликнуть мышкой. Как найти необходимый объект глубоко под землей, знает в Казанском энергетическом университете. Больше узнаем в следующем сюжете. Причина отключения водоснабжения, электричества, телефона и даже телевидения всегда прячется где-то очень глубоко. В прямом смысле слова – под землей. Под городом кроется целый лабиринт различных труб. И работают они отнюдь несовершенно, доставляя большие неудобства горожанам. Аспирант Казанского энергетического университета разработал уникальный метод нахождения поломки объекта в грунте, при этом не пачкая руки землей. Простым языком в чем заключается метод? Метод заключается в генерации звуковых резонансных колебаний в полости искомого объекта, непосредственно в самой трубе. При этом анконтурирование этого объекта в грунте осуществляется путем перемещения чувствительного элемента. Это значит в качестве чувствительного элемента мы используем микрофоны или пьезоэлектрические датчики. Уникальная разработка является аналогом подобной зарубежной разработки. Однако она не является дешевой и страна нуждается в более доступном решении. И теперь оно есть. У нас стоит акустический излучатель, это обычный динамик с усилителем. С помощью компьютера мы возбуждаем резонансные колебания в полости искомого объекта. Прием осуществляем пьезоэлектрическими датчиками. В качестве чувствительных элементов мы используем пьезоэлектрические датчики марки КД-35. Чтобы выявить причину некорректной работы всех подземных каналов, больше не придется делать долгие шумные раскопки. Работая по системе металлоискателя, разработка сможет находить в грунте не только трубы, но и абсолютно разные объекты и даже живые организмы. Аделя Мухаммедшина, Ленар Тавлитьяров, Универньюз. А Казань снова принимает у себя творческих и креативных гостей. Режиссеры, драматурги и актеры с разных концов страны приехали в Татарстан, чтобы вместе воплотить в реальность творческие идеи. Так, например, совсем недавно, прямо в центре города, в подземной галерее прошел показ эскиза о репрессированных деятелях искусства. Здесь нет билетов с заранее прописанными местами. Сюда не нужно наряжаться и покупать программку. Здесь, прямо в центре Казани, на известном улице Баммана, но не там, где каждый день ходят тысячи жителей, а под землей в подземной галерее проходит показ эскиза спектакля петербургского режиссера Семена Серзина. Спектакль удивляет не только выбором места, но и своей основой. Семен Серзин и казанский драматург Нияс Игламов создали действия на основе найденных архивных документов, касающихся частной жизни репрессированных деятелей искусства и науки. Это личные переписки и официальные документы. Так, например, ракурс той эпохи задают фрагменты трогательной переписки подростка и матери, разлученной в ходе репрессий. Важно, что тексты сохранили свой первоначальный вид и не были изменены, чтобы дать зрителю возможность услышать настоящий голос того времени. Формат про то, как можно делать такое некое путешествие, что ли, в то время вообще, в эту историю, чтобы вот эти люди, от которых остались только буквы, какие-то вот только бумаги, документы, письма, чтобы они ожили. Да, поэтому вот родилась какая-то идея, я не знаю, как ты это для себя назвал, по этапу, как вот они шли, куда-то разрывались, терялись, вот что это будет такое путешествие и в прямом смысле. Режиссер впервые работал над спектаклем без артистов, ведь здесь, находясь под главной Казанской улицей, каждый зритель становится полноправным участником тех страшных событий, читая письма людей, которых уже нет живых. Для меня это было тоже непривычно, потому что нет никаких репетиций с артистами, больше я занимался такой исследовательской работой. Неяс Игламов, он сначала вот копался в документах, в архивах, которые, в принципе, никогда еще не были, нигде не поднимались, да, искал какие-то истории. Вот, потом уже приехал я и тоже ходил в музей Аксенова, ездил в Сфияшск, и вот каким-то образом мы вырабатывали эту историю. Голоса репрессированных зазвучали в эскизе спектакля в унисон с другими работами режиссеров, участников молодежной лаборатории «Город артподготовка», который прошел в Казани уже в третий раз. В этом году в третью столицу России представить свои работы приехали режиссеры из Швейцарии и Италии. Казанские драматурги и режиссеры и в дальнейшем планируют создавать подобные площадки для реализации творческих идей для всех неравнодушных к современному искусству. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Искусство настоящего. Новомотные тусовки, заброшенная фабрика и андеграундный театр. Все это на слуху у молодежи нынешнего поколения. Мы решили быть в теме и посетили рефлектор на фабрике «Алафузова». Наш корреспондент Анастасия Иванова отправилась туда налегке и решила показать, как все это было. Фабрика «Алафузова» — это место обитания креативной и творческой молодежи Казани. Тут проводятся выставки, арт-постановки и кинопоказы. Так и рефлектор — события для тех, кто неравнодушен к искусству. Я нахожусь на крыше фабрики «Алафузова». Совсем недавно это была обычная фабрика, а теперь здесь собирается самая креативная и творческая молодежь Казани. Об уникальности этого места говорит сама площадка. Заброшенное здание, обставленное в своеобразном стиле. Помимо выхода на крышу, здесь имеется множество разных улочек с расписанными стенами. Оказавшись на фабрике, можно пообщаться, например, с ижевскими художниками. Здесь вам расскажут, что есть искусство и почему искусство авангарда просто в понимании. Ну, искусство, оно всегда искусство. То есть, оно искусство, оно всегда современное. Ну, как вот, не может же быть там, я не знаю, имбрантно современное, да, грубо говоря. Или такие художники, как, ну, я не знаю, Перасмани, Пикассо. Вот, кстати, примитивисты. Это Перасмани, арт наив. Вот вы просто спросили, как это характеризуется. Вот это вот характеризуется наив. Наив — это не потому, что человек не умеет рисовать, а он отбрасывает какие-то сложные вещи, чтобы донести свою мысль проще. Поэтому открытые цвета, поэтому заполненные пространства, отсутствие перспектив. Это не потому, что я не образованный или не умею этим пользоваться. Это просто, это прием. Ее, как будто это вот, руки, это ноги. Поэтому нет ничего. Или вот там, вот изгнание из рая. Вот Адам такой отвернувшийся, мол, он тут ни при чем. Здесь же и кинопоказы о пластике и чувствах в танце. Как признаются танцоры, фильм «Пина. Танец страсти» — символ идеала в обществе хореографов. Субтитры подогнал «Симон» Сейчас была экспериментальная постановка «Рефлектор». Она называлась. Она выражает то, каким человек видит себя, на самом деле, изнутри. И выражает вообще человека внутренне. И на самом деле, когда мы смотрим на человека, мы видим абсолютно других людей. И мы сейчас смотрим на свое собственное отражение, где появлялась в какой-то мере свет, в какой-то мере тьма. Ну и, наконец, долгожданный показ экспериментального театра «Акция» — концептуальная арт-постановка о борьбе белого и черного сущностей человека. То, что мучает человека изо дня в день — это какие-то боли, истерики, гнев, сумасшествие, в конце концов. То, что каждый из нас в один момент не очень прекрасно, но испытывает. Что ты хочешь увидеть, глядя в свое зеркало? И что ты видишь, когда смотришь в него? И вот все плохое, что есть в человеке, оно на самом деле где-то есть. Даже если ты стараешься, да, стараешься этого себе не показывать, где-то оно есть. И вот подсознание, когда ты спишь, оно выводит это все наружу. Это был «Рефлектор» на фабрике Алафузовой и наш первый экспериментальный сюжет без привычных штатива и камеры. Анастасия Иванова, Универ-Ньюс. На этом мой эфир подошел к концу. Не пропустите наш следующий выпуск. Всем хорошего настроения. Пока!